Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Сегодня пятница и как обычно у нас отчет беременности. Говорим сегодня о 25 неделе. 25 неделя в мою жизнь пришла на самом деле достаточно спокойно, за исключением одного момента. У меня была запись на тест толерантности глюкозы. Это один тест, о котором я думала всю беременность с самого начала и придерживалась мнения, что скорее всего, наверное, я попытаюсь избежать этого теста вот всеми своими силами. Ну, во-первых, потому что я жутко боюсь иголок. Господи, уколы, иголки, попадание в вену для меня это просто кошмар. Не помню, говорил об этом или нет ранее, но для меня это кошмар. Начитавшись кучу информации о том, что вообще женщина в своей жизни должна пройти во время беременности, я как-то уже немного подуспокоилась. И, конечно же, тот факт, что я получила много информации касательно диабета беременных и что эта болезнь за собой влечет, она, в общем, настроила меня на такой хороший лад, и я поняла, что окей, тест я сдавать буду. Причем два моих доктора в Петербурге и в Риге оба сказали мне, что, ну, мои пациенты сдают все. Соответственно, я понимала, что мне не слинять, и поэтому я покорно записалась и, в общем, отправилась сдавать этот тест. Как он выглядит? Меня пугали, жутко пугали рассказы о том, что это просто дрянь невыносимая, которую тебе нужно выпить. Это сладкий, отвратительный напиток, после которого тебя тошнит, тебя там мутит, не знаю, там падаешь на землю и шевелиться не можешь. И, в общем, три часа вот этого мучения тебе нужно выжидать, и есть нельзя, и ты голодная, и тебе плохо, и тебе нужно сидеть в клинике и, не дай боже, шаг не сделать. Ну, в общем, все самые-самые жуткие такие истории я наслушалась. Врач мне сказала не есть в день теста с утра, и в предыдущий день после шести вечера уж очень постараться не есть сладенького. Я постаралась не есть сладенького. Вот, проснулась я рано утром, соответственно, тест у меня был, по-моему, в часов, наверное, десять. Ну, и, в общем, чтобы не мучиться полдня голодная, я понимала, что вот с самого утра надо и его сделать. Вот, поехала я в клинику, зашла в кабинет, и сестричка мне говорит, ну, сейчас мы сделаем с тобой первый тест, возьмем кровь из пальца. Палец будет болеть, но ты не волнуйся. Я думаю, блин, серьезно? Ну, то есть, вот трех раз меня тыкать не хватает, нужно еще из пальца взять. Нужно это для того, чтобы проверить изначальный уровень сахара в крови, так как если этот уровень сахара уже завышен, то мучить тебя не будут, и, в принципе, организм тоже напрягать не будут, и тест проводить нельзя. Вот, мой первый показатель был 4,2, соответственно, абсолютная норма, если я не ошибаюсь, норма до 5 здорового человека, у которого нет сахарного диабета. Вот, сделали мне, в общем-то, этот тест, и сказали, все, мать, ты готова? Давай. Поехали. Ну, в общем, задирай рукав. Я, как обычно, в стрессе тяну свою левую руку, так как это моя рабочая рука, там вена у меня, как правило, не убегает, потому что везде, в других местах эти вены просто, мне кажется, от моего страха, напряжения и стресса, они куда-то исчезают, и поэтому приходится меня этой иголкой тыкать, колоть просто до бесконечности. Соответственно, я дала руку и сижу себе. Должна признать, что сестрички в гинекологии, которые я наблюдаю в Петербурге, просто невероятные, просто великолепнейшие девочки. И, ну, одна очень молодая девочка, вторая уже немножечко постарше, с большим опытом, но как одна, так и вторая колет великолепно. То есть ты не чувствуешь вообще ничего. Ни вкол и ни тот момент, когда иголку достают, потому что иногда, когда ее достают, это намного больнее, чем когда ее вкалывают. В общем, первый мой тест был окей. Чувствовала я себя замечательно, кровь у меня взяли и приготовили мне долгожданный мой напиток. Ну что ж, напиток я выпила. Не знаю, я не могу сказать, что это было самое отвратительное, что я в своей жизни пила. Вот реально. Да, очень сладкий напиток. Такое ощущение, как будто сахарную пудру развели один к одному в стакане воды. Вот и все. Может быть, потому что я сладкоежка, и для меня это, ну, как бы, ну да, слишком сладко, окей, но мне не нужно было ее там особой, эту глюкозу запивать, и мне не нужно было там, не знаю, какие-то меры принимать или лимон класть и так далее. Поэтому я быстренько выпила, и было мне, в общем, нормально. Через час второй тест крови, и через еще один раз третий тест крови для того, чтобы посмотреть вот эти три показателя. Ну, единственный дискомфорт, который у меня был, после, наверное, третьего укола, то есть третий час, и мне стало дурновато. Но дурновато мне стало, на самом деле, от того, что я ничего не ела, и мне очень сильно захотелось есть. И вот мой организм, он на голод реагирует так, что вроде тебе нормально, 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 и в одну секунду тебя просто как глушит, так все. У тебя начинается трясучка, тебе становится плохо, и ты, в общем, все, шевелиться не можешь, и тебя вот прям трясет, не знаю, до какого состояния, тебе нужно просто что-то запихать в рот. Вот, благо, я женщина очень умная, предусмотрительная, и пошла на свой тест глюкозы с двумя бутербродами. Я взяла свой безглютеновый хлеб, положила на него котлету, значит, сырок, и поняла, что вот это как раз-таки то, что мне нужно для того, чтобы закинуться после теста. Потому что я понимала, что голодной я буду уж наверняка. Плюс ко всему, сразу после теста, в общем-то, мы спланировали график таким образом, что у меня был мой очередной визит ежемесячный к моему доктору, к Маргарите Андреевной. И, в общем, я к ней пошла. И на самом деле, наверное, еще вот сподвигло меня на такую какую-то нервную, не знаю, нервную такую трясучку тот факт, что она начала слушать малыша при помощи доплера. Я лежу на спине, естественно, и у нее такое серьезное лицо. Серьезное. Обычно по лицу Маргариты Андреевны я вижу, ей что-то нравится или ей что-то не нравится. И тут я по лицу вижу, что что-то ей не нравится. И причем она ничего не говорит. Если обычно она подносит доплер, начинает слышать какие-то там звуки или шевеления малыша, то она как бы с ним там общается, ну, привет-привет, да слышу я тебя и т.д. и т.п. Вот, в общем, у них там коммуникация. Тут она молчит. Конечно, я разволновалась, естественно, я понимаю, что что-то там не то. И тут она просит меня повернуться на бок и говорит, повернись, пожалуйста, я еще раз послушаю. Я говорю, что не так? Она говорит, да все нормально, давай поворачивайся, мне просто нужно добраться до сердечка так, чтобы его было слышно. Хорошо. Я поворачиваюсь на бок, она слушает и вроде задыхает и говорит, ну, ладно, все хорошо. Я говорю, что случилось? Она говорит, тебе на спине лежать нельзя, но это нормальная история для всех мамочек, особенно уже в таких более поздних сроках, потому что как только ты ложишься плоско на спину, то пульс малыша начинает возрастать, то есть он начинает нервничать. Он там зашкаливает за что? 163-165 ударов в минуту, когда у него должно быть там приблизительно 150 в этом сроке. Но как только я повернулась на бок, легла, так сразу малышок успокоился и все, 150 и все нормально. Ну, в общем, все равно это вот, не знаю, полминуты вот этого встревоженного лица моего доктора, конечно же, они меня вот прям сразу взъерошили, и, конечно же, уровень стресса у меня поднялся. И он способствовал тому, что голод мой наступил уж очень, очень явно. Поэтому, выйдя из кабинета, мне нужно было присесть, я съела свои два бутерброда. Муж прибежал, принес мне еще два моих любимых батончика с миндалем и сухофруктами. В общем, я попыталась как-то восстановиться. Вот. Но, слава богу, что все в порядке. Причем бутерброды свои несла в прозрачном пакете, и наша Маргарита Андреевна, она такой гинеколог, который сильно ругает мамочек, если они набирают вес. Я округлилась очень сильно. И уже на 25-й неделе я была какая-то мега отекшая, какая-то прям толстенькая-толстенькая, и я понимала, что сейчас Маргарита Андреевна мне наваляет. Потому что не только я, в общем-то, толстенькая, так еще и с двумя пакетами бутербродов приперлась к ней на визит. Еще там сыр светится сверху, явно не диетический. Ну, она как-то снисходительно, зная, что у меня был тест на глюкозу, она ничего не сказала и не обратила даже внимания на мои бутерброды. Ну, правда, я их пыталась как-то так немножечко в стороночку-то убрать, чтобы они не светились сильно. Вот. Но, слава богу, что все хорошо. Через дня два, по-моему, пришел мой, мои результаты теста. То есть первый показатель у меня был 4,2. Второй показатель был 7,5. И третий упал до 3,5. Да, 3,5. То есть результат у меня хороший, беременного диабета у меня нет. И, слава богу, он мне не светит. Поэтому эту страницу в нашей книге мы закрываем. И, в общем, радуемся жизни, что у нас беременного диабета нет. Вот. Это, наверное, самый такой важный момент и самое важное происшествие 25-й недели. Помимо этого, малышок уже совсем большой. Порядка 700 грамм он весит и занимает большое-большое место в животе. Плюс ко всему матка уже размером близится к футбольному мячу. Поэтому становится женщине, в общем, передвигаться и как-то существовать значительно более тяжело. Уже не говоря про сон и про то, что все это, вся эта прелесть сильно давит на внутренние органы. И, конечно же, походы в туалет, это на этой неделе было что-то с чем-то. На этом сегодня я заканчиваю свой отчет. Желаю вам замечательной пятницы и прекрасных выходных. На следующей неделе у нас также очень, как мне кажется, интересные выпуски. Кстати, была крайне рада, благодарна, удивлена и вообще позитивом наполнена после выпусков во вторник и в четверг на этой неделе, в которых я встречалась с Натальей. И Наталья рассказывала нам историю своей жизни. Если не видели эти выпуски, пожалуйста, отправляйтесь в список моих видео и посмотрите обязательно это интервью с Натальей. Так вот, отзывы после этой беседы были самые-самые позитивные. Уже по просмотрам и статистике я понимала, что это людям интересно, хоть канал еще маленький, просмотров в общей сложности очень мало. Все равно я видела, как набираются просмотры и цифры именно этих видео, и они отличались от всех остальных очень уж сильно. Соответственно, я понимаю, что эта рубрика так же, как мне и вам, интересна, поэтому развивать и продолжать ее буду обязательно. И на следующей неделе мы будем встречаться с прекрасной девушкой по имени Марина. И с Мариной мы будем говорить о том, какая реальность беременности встретила нас в противовесе того, чего мы ожидали. И какие были вот наши какие-то иллюзии по поводу того, что с нашим телом произойдет. А именно будем говорить о лишнем весе в беременности, о том, как мы выглядим в беременности, о том, как мы чувствуем себя в беременности и о том, как мы чувствуем себя рядом со своими мужьями во время беременности. То есть будем говорить о слоне в помещении, то есть о слонихе в помещении, о девушках, которые набирают огромное количество веса в своей беременности. Я не говорю там, о боже, я набрала 10 килограмм. Нет, я говорю о тех, которые набрали 20 и 30 и больше килограмм. Такие тоже бывают. Вот. Ну вот, это нас ожидает на следующей неделе, помимо еще каких-то других роликов. Но, ладно, не будем забегать вперед. На сегодня заканчиваю свой бла-бла-бла. Желаю еще раз всем замечательных выходных. Тем, кто беременный, желаю плавной беременности. Тем, кто уже рожает, желаю легких родов. А тем, кто не беременный и не рожает, желаю, в общем, ну да, жить небеременным и пока что не рожать до того момента, как вы не решили. Окей. У меня сегодня с мозгом что-то не так явно. Пока.